Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у меня новость для тех, кто смотрит мое видео раньше, чем зашли в игру сегодня. Значит, смотрите, на продажу выпали Т28 Концепт, вот эта вот ПТ-шечка, ПТ-шечка спорная, но про нее сейчас расскажу. И Тортал МК-1. Я, честно говоря, ради 7500 за черепаху не готов разменивать свою копилку, ввиду того, что, возможно, будет Черная Пятница, плюс, возможно, будет новогодний аукцион. Короче говоря, машинка явно не та, ради которой я готов распрощаться с 7500 голды. Я, к сожалению, не могу показать вам, как предложения выглядят в магазине. К сожалению, свою техническую проблему я до сих пор не решил до конца, но, по крайней мере, меня уже пускает в игру, это уже, слава богу, и пускает меня в бои хотя бы как-то. Надеюсь, что сейчас во время обзора меня не будет выбрасывать. Короче говоря, ребят, предложение озвучу исключительно устно. Значит, смотрите, Концепта Т28 вы можете взять за 3500 голая машина без камуфляжа, без ничего, просто машина, место в ангаре. Черепаху МК-1 вы можете взять за 7500, напомню, это ПТ-шка 8 уровня. 7500 косарей я не готов за нее отдавать, по одной простой причине, я не играл на этой машине, поэтому не буду очернять никоим образом. Скажу свое впечатление после того, как я встречался с ней в бою в виде ее союзника и в виде ее соперника. Значит, смотрите, как на соперника она произвела меня, безусловно, впечатление своей броней. Броня у нее действительно солба просто-таки обалденная. Но с кормы и с боков, как бы, черепаха шьется ничем не хуже, чем любые другие танки. Что касается пушки, за время боя я как-то не ощутил от нее какой-то существенной угрозы, прям, знаете, такой вот, ну, прям дикой-дикой. Хотя знаю, что черепаха обладает довольно неплохой пушкой в отношении точности. Но, опять-таки, это исключительно такое, ну, предположение по результатам боев. Я не смотрел обзоры на данную машину для того, чтобы не передавать вам мнение не свое, а мнение того обзорщика, который делал обзор. Поэтому, ребят, ввиду того, что машинка не сильно подвижная, я не сильно люблю вялый геймплей. Соответственно, я не планирую за 7500 покупать данную машину себе. Можно взять обе машинки за 9000 голды. Насколько это хорошее предложение, смотреть вам, насколько вам надо две не сильно подвижных ПТшки 7 и 8 уровня, соответственно. В набор входит Х5, но только на эти машины, поэтому не сильно заманывает. Есть легендарные камуфляжи, вот этот камуфляжик для Т28 в американском стиле. И для черепахи с нарисованной черепашкой. Но я как-то, честно говоря, не сильно люблю вот эти все легендарные камуфляжи, на них не особо реагирую. Поэтому, что он есть, что он нет, ну, мне, честно говоря, вообще до лампочки, по большому счету. Что касается Аватара, тоже, как бы, не цепляет. Ну, и, как бы, я сказал бы, что самое ценное, то, что есть в этом наборе за 9000, это просто два танка и открытые слоты на оборудование, да. То есть, вот это действительно ценно. Все остальное шелуха, на которую даже не стоит обращать внимание. Обзорщик на Т28 вы можете посмотреть у меня на канале. Я не буду сейчас обозревать танк, рассказывать про броню, про пушку, еще про что-то. Я просто выкачу машину в бой, покажу вам, как она играется средними руками среднестатистического танкиста. Обзорщик можете посмотреть по ссылочке, которая вот здесь наверху появится в конце видео. И на протяжении видоса могут появляться дополнительные ссылочки. Кому интересно, читайте название и переходите по ссылочке, смотрите дополнительные видео на моем канале. Я показываю машинки без всяких приукрашений. Я не завязан с Wargaming, Wargaming мне абсолютно ничего не дает. У меня нет никакого ни пресс-аккаунта, ни каких-то там бонус-кодов, еще чего-то. У меня нет миллиона голды на счету. Короче говоря, я им морально абсолютно ничего не должен. А значит, буду делать исключительно честные обзоры на технику среднестатистическими руками. И вот если вы, ребят, имеете статистику в районе 50%, чуть меньше, чуть больше, если вы знаете цену кровной голде, то, соответственно, подписывайтесь на мой канал и смотрите мои видео в своих видео. Я никогда не буду вам рекламировать то, ради чего не стоит вам тратить вашу золотую копилку разбивать. Я ни в коем случае не буду вам рекомендовать товары, которые вам не нужны. И ни в коем случае никогда не скажу на что-то, что это имба, тогда, когда это не будет так. Теперь давайте вернемся все-таки к тому, кого мы сейчас катаем. Вот выехал на нас брат, мы можем на него посмотреть, как он выглядит. Как видите, сбоку, да, шьется довольно прикольно. Но с морды танчик, я бы сказал, ну, довольно-таки хорошо бронирован. И можете рассчитывать на то, что его броня будет не раз вас спасать. Ну, вот как, допустим, сейчас. Я понимаю, что это все-таки ФВ-102, ой, 201, простите. Я понимаю, что у него там и пробитие не сильно крутое, это семерка против семерки. Ну, шить вас будут, безусловно. Сейчас вот этого товарища я доразбираю. И покажу. Шить будут вас в основном либо в передний бронелист абсолютно спокойно, либо будут, но это только на голде. И иногда бронебойными, но только, поверьте, вот прям совсем не от всех танков. Либо вот в эти вот две башенки, которые по сторонам. В остальных же случаях шить вас особо не будут. Вот, как видите, куда сейчас пробил товарищ. Вообще машинка перевернула мое восприятие в самой вот этой ПТшке, когда я ее приобрел. Значит, смотрите, как получилось. Я всегда считал Т28HTC крайне унылой, не фановой, скучной машиной. И до определенного момента она такой и оставалась. Я приобрел ее в составе набора вместе с Хеллкетом. Простите, Супер Хеллкетом. То есть не Хеллкет обычный, а именно Супер Хеллкет. Премиумная ПТшечка. Для того, чтобы заснять обзоры. Я взял эту машинку, и она просто-таки с первого боя меня улыбнула. Она настолько сильно перевернула мое впечатление о ней, вы себе не представляете. Оказывается, что после всех вот этих вот апов, которые были по данной машине, машина стала играться совсем по-другому. Я встречал Т28 в боях, и, блин, она была настолько унылая, она была настолько скудная. Она еле ездила, она, бедная, постоянно потерпала от всех, от кого не лень. И, безусловно, такую машину мне покупать не хотелось. Я не верю всем именитым товарищам, ютюберам, которые имеют по 200-300 тысяч подписчиков, которые снимают видосы. Ребята классные, скилловые, хорошо играют. И, понятное дело, что в их руках машина играется совсем по-другому. То есть они как-то вот умеют, они проводят по 8 часов в день в этих танках, знают наизусть все, всю броню, время перезарядки наизусть каждого танка и так далее. Безусловно, это все добавляет им, ну, я бы сказал, уверенности в боях. Но будем говорить откровенно, не все мы такие. Я наступал на те грабли, когда покупал машину по рекомендациям, по классным обзорам именитых ютюберов, а потом очень сильно расстраивался из-за того, что в моих руках машина играется абсолютно не так. Так вот, HTC я не заценивал никогда по обзорам кого-либо. Я заценивал данную машинку исключительно по тому, что я видел в боях, будучи ее союзником, либо будучи ее соперником. Давайте кратенько заценим то, что получилось. 2000 урона, двое уничтоженных товарищей, знак классности второй степени. Что касается фарма, то по фарму у нас 22000 кредитов, было бы 40, грубо говоря, там 39000 кредитов, если бы был включен прям. Согласитесь, для седьмого уровня за такой пустяковый бой довольно неплохой фарм получается. Закидываемся в следующую катку, а я продолжаю рассказ. Так вот, ребят, я был уверен всегда, что Т28 HTC это абсолютно ни на что не годная, унылая, вялая, вообще, ну, никакая, короче говоря, машина, на которую не стоит тратить кровную голду. Когда я завел свой канал на YouTube, да, то есть открылся, и начали поступать новые предложения по продажам после того, как я открыл свой канал, безусловно, мне захотелось привлекать зрителя, да, то есть показывать те машинки, которые выкладывают на продажу, и я приобрел. Вот когда я приобрел и выехал в первые катки, поверьте, ну, мое мнение о ней абсолютно кардинально изменилось. То есть, если я считал ее абсолютно черной, то на сегодняшний день я считаю ее, пускай не белой, но вот такой вот светло-серенькой машинкой. Я очень часто выкатываю ее ради удовольствия, на удивление. Хотя, казалось бы, абсолютно не та машина, которую ради удовольствия стоило бы выкатывать. Мне нравится, да, в ней не хватает углов склонения, то есть я вот сейчас попробую откатиться назад, пожертвую боем, да, там, я имею в виду, не поеду вперед. Все, до свидания, ребят. Вот смотрите, на каком подъемчике я стою, углов вниз у нее, можно сказать, от слова совсем нет. Что же касается плюсов, так мне нравится, как поворачивается вот так вот ствол в сторону, и это позволяет, ребят, довольно неплохо вытанковывать. Почему? Потому что, когда вы стоите с лба прямо, то в нижний бронелист вас могут довольно-таки приятно для них, но крайне неприятно для вас прошивать. Что касается поворота вот этого, вот здесь начинается уже приведенка. И вот от приведенки, вот, ну, получается, в лоб, я имею в виду в нижний бронелист, уже особо вас и не попрошивают. Поэтому выезжать где-то из-за угла всей туши вам не приходится, а это довольно-таки существенный позитив. Что касается точности орудия. Точности орудия не то, что хватает, его хватает с запасом. Если вы не торопитесь, если вы реально прицелитесь, а не будете кидать просто там наугад, то данная машина, она практически всегда бьет туда, куда ты целишься. И это очень приятно в боях, особенно на дальних расстояниях. То есть ее сведение, ее время сведения, короче говоря, все вот эти вот параметры по орудию, они настолько классно сейчас сбалансированы, что ты реально получаешь исключительно удовольствие от игре на данной машине. Ну вот, пожалуйста, да, то есть абсолютно спокойненько забросил без каких-либо приключений, без каких-либо проблем. И именно этим мне машинка и нравится. Ее апнули, насколько я знаю, и апнули ее не только в отношении там орудия, ей добавили подвижности. Да, на месте она разворачивается все-таки валом, но вот вяло прям до не могу. Хотелось бы немножко быстрее. Ребят, но с учетом того, сколько ей накинули брони, с учетом того, какую точную пушку ей дали, и с учетом того, что в принципе, когда она разгоняется, она едет вполне-таки себе даже нормально, то есть ты не тянешься, как непонятно кто, а ты реально спокойно, нормально передвигаешься. Тебе этого хватает, тебе этого достаточно. Поэтому в принципе, на вот подвижность в отношении поворотов и разворотов на месте, я бы сказал, что можно закрыть глаза. Сейчас играю абсолютно на расслабоне, я сейчас не напряжен, я сейчас не думаю над тем, как мне выжить. То есть в принципе, катаешься да и катаешься. За это время ты наносишь урон. Если тебе повезет стать где-нибудь нормально на карте, я имею в виду отыгрывать на расстоянии, то этой машине в принципе цены нет, потому что выцелить на ней мягкие места, ну поверьте, на дальних расстояниях, да даже на средних расстояниях. Задача, ну я бы не сказал, что прям невыполнимая, но я бы назвал из класса сложных. Потому что много танков, которые хорошо могут вам накинуть урона в пределах вашего левела. Безусловно, если против восьмерок играешь, там ребята есть, которые точные, да. Но играя на левелах своих, и с учетом бронепробитий, с учетом точности орудий и всего остального, данная машинка на средних-дальних расстояниях броней отыгрывает просто шикарно. То есть вот эти вот плечи, я бы так их назвал, ну выцелить не так уж и легко. Если вы мансите, то еще тяжелее, ну а соответственно выцелить нижний бронелись, если вы его спрячете, практически невозможно. Морда же вот здесь вот, она не бьется в принципе. Итак, ребят, 2340 единиц урона. Знак классности второй степени еще раз. Уничтожено два соперника. По серебру 24 тысячи было 22, напомню, и 42 тысячи с премом было 39. И я скажу вам откровенно, безусловно, есть бои, в которых вас будут выносить вот прям там с легкостью, да, когда вы будете с восьмерками играть, когда вам не повезло с разъездом, допустим. Но в целом, ребят, на своем уровне HTC действительно отыгрывается на сегодняшний день довольно-таки приятно. Я ни в коем случае не хочу сказать, что это must have. Я ни в коем случае не хочу вам сказать, хватайте свои кровные 3,5 тысячи голды и бегите обязательно в магазин, покупайте данную машину. Я всего лишь показываю, как она играется моими руками. Если вы задаетесь вопросом, то вот моя официальная статистика всего лишь 45%. Реальная статистика, если смотреть по другим моим аккаунтам, то там статистика танцует от 50 до 55. На данном конкретно аккаунте мне немножечко испортили статистику тем, кто брал на поиграть, а мне никогда не было жалко, поскольку статистику я не люблю. Я не любитель статистики, если вы новичок на моем канале. Так что, ребят, смотрите на то, как играется HTC в руках абсолютно среднестатистического танкиста и принимайте решение, а надо ли вам такой геймплей, и хотите ли вы себе в коллекцию машинку за 3,5 тысячи золота. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира вам и обязательно спокойствия.